На канале Россия 1 продолжается повторный показ криминального остросюжетного сериала «Чёрная кошка» про события в послевоенное время. Что же будет в новых сериях? Девятая серия. Пашка, Андрей и их подельник-водитель Михей идут на ограбление банка. Завладев саквояжем с деньгами, Пашка убивает сторожа и собирается расправиться с Андреем, которого давно не любит. Но вовремя появившиеся друзья Андрея во главе с Иваном не дают Пашке шансов. Помог и пистолет, выгоденный Женькой Тарзаном у своего новоявленного отчима Джура. Перед тем, как исчезнуть с места преступления, раненый Андрей оставляет на теле бездыханного Пашки лист бумаги с изображением чёрной кошки. Каратов и Шейн расследуют преступление в банке. Рисунок с кошкой явно метко блатных. Только удивительно, что выполнен этот рисунок очень профессионально. Андрей в бредовом состоянии идёт к Галине. Под воздействием наркотиков к нему возвращается память о далёком событии в магазине. Десятая серия. Следствию становится известно, что из пистолета, якобы потерянного Джура, убит человек. Джура арестован. Иван и Андрей находят способ отвести подозрения от Джура и Женьки и перевести стрелки на Перепёлкина. Шейн и Каратов идут по следу чёрной кошки. Но не только они ищут участников ограбления и убийства в банке. Пан, которого оставили без солидного куша, готов потребовать долг. Андрей не готов простить Перепёлкину убийство Ляли. Одиннадцатая серия. Пан, стоящий за многими страшными преступлениями, производит кошмарное впечатление на тех, кто видит его жуткое уродливое лицо. Не получив долю от ограбления в банке, он намерен устранить говоря о чёрной кошке. Благодаря старяниям Ивана, теперь виновным в ограблении банка следствие считает Перепёлкина. Джура отпускают из заключения, он готов повиниться перед Женей за подозрение в похищении пистолета. Пылая ненавистью Каратову, Иван склоняет Андрея идти на ограбление магазина в центре Москвы. Здесь как раз частенько появляется Каратов, наведывающийся к Тае. Двенадцатая серия. Дело по чёрной кошке берёт под контроль сам Хрущёв. Каратов вновь возвращается к своей версии о причастности к ограблению Ивана Мишина. Иван жаждет отомстить Пану за смерть Ильи. Но как выглядит и где скрывается Пан, это совсем неизвестно. Единственный выход на него – это связной, который дал Пашке наводку на банк и которого видела Галина. Тая благодарна Виктору, что в её жизни произошло много приятных перемен. Постепенно эта благодарность перерастает в любовь. В банде «Чёрная кошка» – прибавление. Антон и Фёдор Силкины кровью скрепляют клятву верности братству. Примеры новых серий состоится с 1 июня на канале Россия 1. Приятного просмотра и не забывайте подписаться на наш канал.